Виктория Исаева Виктория Исаева Виктория Исаев Виктория Исаев воздействие на людей, называется скрытое управление. Например, перед выступлениями спортивными, перед состязаниями тренер обязательно свою команду или спортсмена обязательно будет эмоционально накручивать. Давай, ты круче всех, ты сможешь, представь себя с золотой медалью, ты стоишь на пьедестале, все, через там столько-то часов ты будешь победителем, ты будешь чемпионом. Что он делает? Он тоже управляет своим подопечным, но в данном случае он это делает для его же блага, для его же выгоды. Или родители, когда воспитывают ребенка. Они тоже им управляют. Учитель учеником, психотерапевт своим пациентом, они тоже управляют ими, управляют скрыто или открыто, но результат совсем другой, чем при манипуляциях. Результат в том, что скрытое управление осуществляется и во имя блага того человека, которым вы управляете тоже. Это совершенно другая вещь. То есть, если вы, например, используете свои НЛП-знания для того, чтобы вас лучше понимали родные, для того, чтобы вы лучше понимали родных, чтобы вы могли договориться найти общий язык, то что же здесь плохого или аморального? По-моему, это выгодно для всех, и для вас, и для них. То есть, если вы их не теряете, не разводите, если они не остаются в проигрыше, значит манипуляции, собственно говоря, и не было. А было скрытое управление в худшем случае, в лучшем случае было взаимодействие эффективное. «Никаких проблем, как мне кажется, здесь нету». Что же касается именно манипуляций, почему я не рекомендую это делать? Потому что в мире работает закон причины и следствия, закон бумеранга, закон зеркала. Все его называют по-разному, но суть проста. Мы пожинаем то, что посеяли. Вы сеете манипуляции, вы пожинаете манипуляции. Вы кого-то развели, в любой другой день вас разведут. Манипуляторы, конечно же, хотят освоить эти техники, чтобы почувствовать власть над людьми, почувствовать свою силу, самоутвердиться, осознать, что вот я управляю всеми и вся. Но это иллюзия, честно говоря, я вам скажу по своему опыту, потому что я начала изучать НЛП именно с такой мотивацией. Думала, вааа, я сейчас начну и научусь управлять людьми, они все у меня будут вот так вот послушны, как кролики. Делать то, что я скажу. Это настолько глупо, потому что чем больше я училась управлять людьми, чем больше я пыталась управлять людьми, тем больше управляли мной в конечном счете и меня разводили так, что я и не понимала, как и что. Поэтому манипуляции никому не советую. Очень часто бывает так, что, например, ты манипулируешь своей девушкой или своим молодым человеком, но при этом сам не замечаешь, как он или она манипулирует тобой в ответ. В итоге никто не в выигрыше, все в проигрыше, и ничего хорошего не получилось из этого. Вот почему манипуляции я просто вам не рекомендую. Это небезопасно, серьезно. Многие думают, что, ах, если я буду манипулятором, значит, я такой умный, я всеми рулю, никто не сможет меня развести, разводил – не разведешь. Это тоже иллюзия, потому что манипуляция, она не связана с умом или глупостью. Не обязательно разведут только глупого человека. Очень умных людей разводят каждый день, потому что манипуляции построены на игре, на других чувствах. Манипулируют на наших потребностях, на наших нуждах, на наших страхах, на наших желаниях, тайнах и так далее. Мой учитель, психотерапевт очень хороший Юрий Рыльский говорил, всегда мне повторял, что есть два типа манипуляции. Сложные манипуляции, как арфа многострунная, да, они играют на многих струнах человеческой души. Это и зависть, это и чувство вины, это и какие-то скрытые комплексы и так далее. Но по большому счету любого человека можно развести с помощью примитивной манипуляции. Есть манипуляции примитивного типа, как трехструнная балалайка. В ней всего три человеческие струны. Страх, жадность, тщеславие. Это три ловушки, на которые гарантированно попадается практически любой человек. Пирамида МММ. На чем людей развели? На жадности. Модельный бизнес. На чем людей разводят? На тщеславие. Игровые автоматы. Тут или казино, или еще что-то. Любые разводки, они задействуют вот эти три струны человеческой души. То есть либо вас запугивают, из страха человек сделает все, что угодно. Либо вам что-то сулят, и жадность. Блин, ну вот, говорят, купите прямо сейчас с такой-то скидкой, и вы получите. И вы покупаете, даже если вам это не особо нужно. Ну вот жадность, как же я сейчас, если не куплю, но потом будет дороже и так далее. Сколько людей переплачивают бешеные деньги за то, чтобы жить на Рублевке? Ну это же земля, причем не самая лучшая, не самая экологически чистая. Отъедь там 200 километров в провинцию, ты найдешь гораздо лучший кусок земли, в лучшем месте, там на берегу реки, в лесу, экологически чистый район. И там будет гораздо дешевле земля. Нет, всем нужно на Рублевке. Потому что что такое Рублевка? Это вах, это понт, это... То есть людей разводят на тщеславие, они переплачивают огромные деньги и считают это, да, разумная покупка была. Ну, имеют право, чего уж тут говорить. Так что, как вскрыть манипуляцию, да, и как ее избежать, как защититься от манипуляции? Это осознать, что вами манипулируют. Если вы чувствуете пробуждение одной из этих эмоций, страх, жадность, тщеславие, а также вина, зависть, ревность, сразу говорите оп-оп-оп, минуточку, стоп. Вот, похоже, кто-то меня хочет развести. Как только вы осознали, что вас пытаются развести, у вас появляется шанс, собственно говоря, от разводки защититься. Ну и самый животрепещущий вопрос, а что же делать тем, кто все-таки хочет как-то повлиять на другого человека и так далее? Я вам рекомендую. Самый безопасный, экологичный и эффективный способ – это сотрудничество. Или фрейлинг по Зеланду. Это одно и то же. То есть при такой схеме вы не кидаете человека, а вы обмениваетесь с ним. Я что-то дам тебе, я получу от тебя то, что нужно мне. Например, вы приходите к работодателю и хотите получить от него хорошую зарплату, повышение, продвижение по службе и так далее. Как построить разговор? Вместо того, чтобы доказывать, как вам нужно это повышение, как вы его заслужили, почему он должен дать вам эти деньги, объясните, как ваше повышение поможет вашему работодателю увеличить свою прибыль, свои доходы и заработать деньги. Вот на что надо делать ставку. Откажитесь от желания снять с него бабла, замените его желанием дать работодателю бабло. Показать, как ваш талант, ваши навыки, ваши способности, ваша новая должность поможет работодателю увеличить свой доход, стать более успешным, процветающим. Когда у работодателя будет прямой стимул повысить вас, он скажет, ну, конечно, если я с этого сотрудника столько получу, а что же тогда не поощрить хорошего человека, правильно? То есть это не будет манипуляцией, это будет сотрудничеством. Узелан этот принцип сформулирован очень просто. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Это может быть немножко странно или страшно поначалу, но если вы попробуете, вы увидите, что это действительно работает. То есть я уже много раз убеждалась и таким образом получала и хорошую работу, и многое другое. То есть получается, вам и просить-то не придется, люди сами все дадут, если вы правильно сформулируете свой посыл и запрос. Да, если вы тоже им что-то дадите. Да, вот почему очень хорошо делать энергетические подарки. Например, вы хотите получить уважение там, да, от своего начальника или коллеги или еще кого-то. Откажитесь от намерения содрать с него это уважение любой ценой. Вместо этого начните активно уважать этого человека. Прям уважайте его, найдите причины его уважать, найдите хорошие стороны, его достоинства и так далее. Когда в вас вырастет вот это искреннее уважение к человеку, это будет прямой энергетический посыл, который невольно пробудет в нем ответное уважение. И так далее. То есть что бы вы не хотели получить от человека внимание, уважение, любовь, поддержку, откажитесь. Не требуйте от него этого. Вместо этого просто дайте ему это, и вы легко получите все, что вам нужно. По опыту убеждалась не раз, что это так, это работает, и в отличие от манипуляций, это приносит выгоду обеим сторонам и вообще делает мир лучше, если честно. Так что будьте осторожны со своей властью, которую дает вам НЛП, да, и знания в психологии. Посылайте в мир то, сейте в мир то, что вы хотите пожать. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Вы убедитесь, что эти простые правила работают на 100%. Спасибо, что вы посмотрели. С вами была я, Виктория Исаева. Я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.